Девушки отдыхают Да, я помню, ты говорил, что можешь поднять связи с председателем местного законодательного собрания, но в тот раз речь шла о твоей жене. Прости, жене Святослава. А сейчас как ты будешь мотивировать свой интерес к судьбе Ивана? Что-нибудь придумаю. Ну что ж, будем надеяться, что принадлежность к клану Федотовых в этом городе по-прежнему творит чудеса. Держи меня в курсе. Все, спасибо. Пока. Пока. Ну, а вот и кофе. А где Ольга? Ушла. Позвонили срочно по работе. А кофе я и сам выпью с удовольствием. Спасибо. Что-то скрываете от меня? Что-то случилось? Скажи, что. Асенька, я смертельно устал. Давай до завтра. Хорошо. Светик убит? Это правда. Это неправда. Это правда, Саша. Это правда. В ту ночь мы приехали с Яриком к Светику домой и обнаружили его труп. Кто его мог убить? Зачем? Мне бы самому хотелось это знать. А зачем тогда он выдает себя за Светика? Я не знаю. Он считает, что это поможет как-то раскрыть это убийство. От меня зачем это скрывать? Он так просил. Я пообещал ему, что об этом не узнает ни одна живая душа. Прости, прости. Саша, больно, да? Я вызываю скорую. Не надо. Не надо, слышишь? Мне уже лучше. Значит, я потеряла его навсегда. Потеряла его. Ну, пожалуйста, подумай о моем предложении. Я дам вам денег. Вы можете обустроиться и жить отдельно. Только не уезжайте из города. Я не могу потерять Дину. Вот в этом вы вся. Дадите денег, если мы останемся. Опять хотите, чтобы все было по-вашему? Да нет же, нет, Анюта. Я вам дам денег в любом случае. Я просто не хочу, чтобы вы уезжали из города. Да? А с чего это вдруг? Я просто представить себе не могу, что я больше не буду видеть Дину. Ну, в конце концов, она моя родная внучка. Единственная внучка. Да, недавних пор вы так не говорили. Почему ты не хочешь услышать меня? Почему, Ваня? И я пытаюсь все исправить. Я понимаю, не все. Ну, хотя бы что-нибудь. Так просто, да. Я хочу повиниться перед тобой. Прости меня. Отгорел фейерверк. Перестала вертеться. Я хочу тихо. Блеск одежд карнавальных Обернулся унылым тряпьем. Опустел балаган. И на рыночной площади тихой То, что было театром Становится нашим жильем. Мне не быть для тебя Ни волшебной звездой, Ни богиней. Я твой друг, Орликин. Потому и доводится мне Быть гораздо умней, Чем положено быть Колумбине. И гораздо добрей, Чем положено просто жить. Я до смерти с тобой Поделю и очаг, и подмостки. Если занавес поднят, Я буду смеяться и петь, И следить, Чтоб завистник в той игре Не подсыпал из звездки. И любить тебя так, Как никто не сумеет посметь. И любить тебя так, Как никто не сумеет посметь. Завтракать будешь? Не хочется. Не выспалась? Не знаю. Ась, послушай, Надо как-то потихонечку Возвращаться к нормальной жизни. Ну, сходи куда-нибудь, развейся. Зачем? Ты же в цирке привыкла К каким-то нагрузкам, тренировкам. Тебе наверняка сейчас этого не хватает. Сходи в бассейн, фитнес-центр. Я не стану брать у тебя деньги, Тем более на такую ерунду. Ась, послушай, Ты целыми днями сидишь в четырех стенах. Надо что-то делать. Скажи, Это адвокат Ольга. Она теперь Иваном занимается? Да. Я думаю, в этот раз Она также с успехом справится. Она же раньше Меня защищала. Это значит, что ты ее нанял, А не наши цирковые. Асенька, извини, Мне надо бежать. Почему ты не отвечаешь? Мне некогда. Если надумаешь куда-то сходить, Вот деньги. Все, пока. Что ты такая дерганая? Это не я дерганая. Это наши хозяйки. Что-то на уме. Да ладно, не выдумывай. Да? А что это нас надо? И что она пристала к нам с Диной? Причем пристала? Она просто хочет, Чтоб девочка жила у нее на глазах. Да? Сдалась ей эта девочка. Да она всю жизнь ее ненавидела. Терпеть ее никогда не могла. Я же знаю. Ну ладно. Что было, то было. Теперь все по-другому. По-другому, да? Скажи мне, пожалуйста, А что за это время изменилось, а? И зачем она сует нам эти деньги? Она не сует. Она дарит. Она хочет, чтобы мы жили по-человечески. Чтобы мы были уверены в завтрашнем дне. Ах. Ну ты прям как с луны свалился. И в чем же, интересно, С ней можно быть уверенным? Раз сует деньги, Значит, что ты задумала. Ну, человек сломлен горем. Она переоценивает ценности. Ах, переоценивает ценности, да? Ага. Ты вместо того, чтобы подумать, Что нам что-то грозит, И как выпутаться из этой ситуации, Ты сидишь как тюфяк. И ничего не делаешь. Зачем ей Дина? Слушай, Виктория, Ее родная бабушка. И я ее, как дедушка Дины, Очень понимаю. Ей просто нужна внучка. Ну, неужели трудно понять? Ты говоришь ее словами. Что она с тобой сделала? Слушай, Это обычные, Человеческие слова. А у нее человеческих не бывает. А ты повторяешь за ней, Как попугай. Да. Видно, столько лет жизни С человеком бок о бок Не проходит даром. Что ж, по-твоему, У меня своего мнения нет, что ли? У тебя одно мнение. Это ее мнение. Так, дожили. Отца не в грош не ставим, да? Добрый день. Добрый, Ольга Борисовна, добрый. Здравствуйте и, так сказать, До свидания. Не понимаю. А вы же сами хотели со мной встретиться. Да, Головушка. Чтобы попрощаться. Рябинов от ваших услуг отказался. Так что, Как говорится, Скатертью дорожка. Кланитесь первопрестольной. Стоп. Давайте-ка на чистоту. Ведь это вы уговорили его Отказаться от моей защиты. Боже упаси, даже в мыслях не было. Очень сомневаюсь. Ведь вам покоя не дает, Что этим делом занимается Московский крутой адвокат. Так? Ну, мы покруче видали. Вы получили громкое дело И хотите сами довести его до конца. Вот это да. И поэтому из принципа сражаетесь со мной. Вы себе льстите. Отнюдь. Тут нет ничего лестного. Пока я проигрываю. Но Если я уеду И вы победите, С чем вы останетесь? С работы, дорогая моя. С работы. Вы прекрасно знаете, Что наша с вами работа Вершить правосудие. А не удовлетворять самолюбие. Но выиграете вы это дело. И что дальше? Ведь вы так и останетесь Со своими сомнениями. И в конечном счете Со своей виной. Но это уже не вам судить. Да вы ведь сами не верите Виновность Рябинова. Прямых улик у вас нет. В суде обвинение развалится. Как бы вам не остаться в дураках, Дорогой Петр Васильевич. Подумайте об этом. У вас все? Аркадий Сергеевич, Мне неловко отнимать ваше время. Но еще раз повторю, Речь идет о жизни человека. Я все понял, Святослав. Но эту историю я предпочет бы услышать. Не от вас. Я не вижу принципиальной разницы. Есть факты. Человек себя оговорил. Характеристика с места работы положительная. Но это я уже слышу. Сбегать он не собирается. Все, о чем я прошу, Освободить его под подписку, А не выезде. По вашему запросу, Его освободят уже завтра. Святослав, Возможно, Это все и так. Но мне нет никакого желания Выполнять вашу просьбу. Ракадий Сергеевич, Я делаю это ради того, Чтобы найти настоящего убийцу моего брата. Да. Ярослав. Это большая потеря. Никогда бы не мог подумать. Два брата. Близнецы. И такие разные. Вы помните ту историю с заложниками? Еще бы. Там была моя племянница. Ведь именно Ярослав вел тобой переговор с террористом. Вот-вот. Я и говорю. Два брата. А какие разные. И вы не хотите, Чтобы был найден и наказан убийца такого человека? Что вы такое говорите? Убийца должен быть наказан. Раз. Так. Но это зависит в немалой степени и от вас. Но для начала нужно освободить невиновного. Значит, Все, что вы мне рассказали, Правда. Ракадий Сергеевич, Кем бы вы мне ни считали, Вы же не станете отрицать, Что я хочу найти настоящего убийцу Ярослава. Ладно. Я сделаю запрос. Но имейте в виду, Это не для вас. Это ради понятия вашего брата. А ты, по-моему, сегодня обещал Ярику позвонить. Ты уверена, что ты этого хочешь? А ты еще не понял. Он действительно подозревает тебя. Тем более. Мне есть ему что рассказать. Обмануть Светика еще можно было. Но Ярику мне его не проведешь. А я дело в том, что не собираюсь никого обманывать. Я хочу правду сказать. Сашенька, Чем бы ни была эта правда, Ты знаешь, я всегда буду на твоей стороне. Я просто не хочу, Чтоб ты играл в эти игры. Будет только хуже. Ты действительно уверен, Что ты его убила? Класс. О чем хотя бы ты будешь говорить с ним? Скажи мне. Ты хочешь заранее знать, Что это я еще придумала, да? Что задумала эта хитрая умная убийца? Я просто не хочу, Чтоб ты делал глупости. Дело твое, Я тебе ничего не скажу. Я могу хотя бы что-то посоветовать тебе, Подсказать. Вот именно поэтому я тебе ничего не скажу. Ты мне уже достал своими советами. Все, я больше слова тебе не скажу. Я просто хочу знать. Обойдешься. Я буду звонить при тебе. Ты все услышишь? Я хочу с ним поговорить. Давай звоним. Садитесь, Светослав, на диван. Не хлопайте дверью. Ну, какие новости? Что говорит ваш адвокат? Новости неутешительные, Галина. Она отказывается браться за это дело. Конечно же, наверное, говорит, Что это все бесполезно. Нет, Оля как раз готова работать. И более того, она считает, Что шансы вытащить Ивана есть. Проблема в другом. Ну, не мучайте, говорите. Простите, просто не хотел вас сразу так ошарашить. Иван отказывается от помощи адвоката. Ну, почему? Иван узнал, что адвоката нанял я. Видимо, следователь поспешил проинформировать. И теперь мужская гордость Не позволяет ему принять от меня помощь. Следователь? Скажите, Стаслав, А вы не откажетесь нам помогать дальше? Знаете, я в какое-то время Помогла вам вернуть Асю. Вы не бросите, не оставите нас? Нет, что вы, Галина, нет, ни в коем случае. Я сделаю все, что я смогу. Но сейчас как раз то время, Когда вам тоже нужно постараться. Говорите, что я должна сделать. Вам нужно постараться убедить Ивана Отказаться от этого глупого решения. И согласиться на помощь Оле. А как же я это сделаю, если У меня даже нет возможности с ним увидеться? Нужно постараться. Хотя... Как сильно вы любите своего мужа. Я очень сильно люблю своего мужа. Я знаю, как это сделать. Прошу прощения. Привет, Веник. Прямо сейчас. Хорошо, я сейчас приеду. Значит, вы нашли способ связаться с Иваном. Да. Сделать это как можно скорее, Потому что это очень важно. Сейчас я прошу меня извинить, У меня еще одна важная встреча. Это насчет Ивана? Может быть. Всего хорошего, Галина. И вам всего хорошего, Святослав. Хорошо, Вера. Хорошо. Работаю. Скоро второе колесо подарю. Привет. Привет. Чего такая грустная? Ася всегда в это время выходила на репетиции. Понятно. Ну что, ты ей рассказала? О чем? Ты прекрасно знаешь, о чем. О ее рождении. Нет, боюсь. Чего боишься? Боюсь ее потерять. А ты не боишься, что Виктория ей все расскажет? Послушай, не мучай меня, боюсь. Но Виктория обещала молчать. Ну да, обещала. Но ты ей не веришь. Я же тебе говорю, не мучай. Не верю, да. Поэтому нужно набраться храбрости и самой все рассказать Асе. Да я не могу. Я не могу, Вальтемар. Понимаешь? Ну как, Ася узнает, что она не моя дочь? И как после этого нам жить? Жить вы будете хорошо. По правде. А 18 лет вранья, извиняя, это уже много. Поэтому нужно набраться смелости и все рассказать. И что? Что рассказать? Покончить с нашей жизнью? Я прекрасно понимаю, что ты боишься. Я прекрасно понимаю. Хочешь, я ей все расскажу. Нет, нет, нет. Я не хочу, Вальтемар. Ни в коем случае. Я тебе запрещаю. Запретить ты мне не можешь. Если ты сама живешь без царя в голове, пусть хоть кто-то будет умнее тебя. Нет, Вальтемар. Это наше с Асе личное дело. И я тебе запрещаю вмешиваться. Это наше личное дело. Понимаешь? Понимаю. Прости, но ведь вы мне тоже не чужие. Вот скажешь ей хоть слово, будешь чужой. Я тебе руки не подам. Вера, плохо все. Плохо. Давай еще раз. Репетирую. Ты чего так на меня смотришь? Не только для удобства, но и для практичности проекта... А ведь правда. Конечно, Ярик. А ведь в последнее время заметила, что Светик каким-то другим стал. Говори, зачем звала. Что за срочность? Сейчас. Веник, может, ты поможешь, раз девушка не может с мыслями собраться? Да я сам ничего не знаю. Я сказал ей, что ты в курсе ее фальшивого алиби. Она сказала, что хочет тебе в чем-то признаться. Значительно ниже используемого в панельных многоэтажах. Признаться? Саша, в чем? Сейчас. Что, соскучилась? Здравствуйте, Валентомар. Здравствуй, Асенька. Я говорю, соскучилась? Да нет. Это уже в прошлом. Понятно. А к нам какими судьбами? Я к маме. Навестите ее. Я пойду, ладно? Погоди, Ася. У меня к тебе разговор есть. Давайте уже разбирайтесь быстрее. У меня нервы не выдерживают. Паузу тут устроили театральные. У тебя нервы не выдерживают. Конечно, ты у нас больше всех пострадал в этой истории. Ярик, я все-таки должна тебе сказать правду. Светику никогда бы не сказала. Тебе я верю. Надеюсь, я тоже тебе поверю. Я действительно имею отношение к этому убийству. Ты мой дорогой, милый, единственный? Да. Но он и так для меня единственный. Пиши. Для красоты. Так. Дальше. Значит, если хочешь от мужика чего-то добиться, надо рассказать ему, что он самый умный. Понимаешь? Тогда он примет правильное решение. Так он уже принял неправильное решение. Давайте я ему напишу. Ваня, ты у меня самый глупый, потому что твое решение, которое ты примешь, неправильное. А я самая умная. Так что вот слушай меня. Ну не пойдет так, понимаешь? Пиши. Ты самый мудрый. Ты всегда знаешь и понимаешь, что нужно делать. Я не могу такие глупости писать. Галь, ну я же тебе по-хорошему советую. А? Я знаю, что написать. Я придумала. Я придумала. Я действительно имею отношение к этому убийству, но я никого не убивала. Я просто ходила по улицам, как я тебе говорила, и мне нужно было прийти в себя. Ну, конечно, конечно, ты не могла. Я знаю это. Саша, ты говоришь, что ты имеешь отношение к убийству. Ты видела, кто это сделал? Или догадываешься? Да. Ты как раз показывал Венику его фотографию. Да я убежден, у армии нашей очень хорошее будущее. Командиры сегодня не стали скрывать. Проблема, обеспеченная военнослужащих жильем, до сих пор остается одной из самых острых баров. Вот это? Да. Это он, его зовут Петр Аркадьевич. А кто такой этот Петр Аркадьевич? Петр Аркадьевич. Бывший пациент Светика. У нас в клинике ему делали аплотическую операцию незаконную. Полностью переделали внешность, чтобы в нем никто не узнал того, кем он был на самом деле раньше. А ты об этом откуда знаешь? Мне стыдно сказать, но я подслушивала. Я была в шкафу, все видела и слышала. Ваши ребята отлично поработали. Меня свои не знают. В буквальном смысле этого слова. Вам совершенно не о чем спокоиться. Ну ничего себе. Это очень опасный человек. Очень страшный. Я думаю, он бандит. Я, понимаешь, когда узнала, что Светик женится. Ты не волнуйся, ты скажи, что ты сделал. Я позвонила ему. Понимаете? Это я его вызвала. Ну вот восемнадцать лет назад мы приехали на гастроли в этот город. Это когда мама была беременна. Да, да. Вот я как раз про маму-то. Да, я здесь родилась. И вот за семнадцать лет спустя мы снова приехали в этот город. Вот. Да, и здесь со мной произошло гораздо больше, чем за всю мою предыдущую жизнь. Да, но понимаешь, что я... Да, действительно, смотрите, я влюбилась, я вышла замуж, я потеряла любимого человека. Я папу встретила. Вот, Асенька. Да, я даже не знаю, что бы я делала без мамы в этой ситуации. Что бы я, как бы я одна с этим всем справилась. Да, да, конечно. Я как раз вот про маму-то... Я так рада. Я поняла, что вот благодаря всему вот этому, что произошло, я поняла, что мама... Да, мама единственный человек, которому я могу верить, который меня никогда не предаст. Вот. Вот как раз про маму. Да, и... Боже мой, я так люблю ее. Пальдемар. Заболтались мы что-то. Я пойду к маме, ладно? Я найду ее. Да, да. Да. Значит, ты знакома с этим Петром Аркадьевичем? Да. Я случайно с ним познакомилась. В казино. Двенадцать. Перебор. Выпили. Можно я буду называть вас «Моя удача»? С вами я постоянно выигрываю. Вы знаете, уже очень поздно, мне пора. Подожди, подожди, я не должен терять вас из вида. Так вот, значит, откуда у тебя эта визитка. Покажи. Значит, ты позвонила Петру Аркадьевичу и? Понимаешь, я была в бешенстве. Не знаю, какое-то помрачнение на меня нашло. Я позвонила и сказала, что Светик не уничтожает историю болезни и документы. И ты полагаешь, что Петр Аркадьевич убил его за это? Конечно. Ты должна пойти в прокуратуру и все рассказать. Я реке боюсь. Любимая моя, ну чего ты боишься? Тебе не обязательно говорить им, что ты ему звонила. Просто скажи им, кто он, что он сейчас в городе, и все. Вы не понимаете, что ли? Я не этого боюсь, я Петра Аркадьевича боюсь. Если на тебя выйдут менты... Я про вас ничего не скажу, ничего. Это страшный человек. Он сделает все, что угодно. Саша, ты пойми, он как раз и рассчитывает на то, что ты испугаешься. А я испугалась. Ярик, понимаешь, я не боец. Я беременная женщина. Да, Саша, я понимаю, тебе страшно. И я не вправе тебя заставлять. Спасибо, что ты мне все рассказала. Но я хочу тебе напомнить, что пока этот человек на свободе, тебе угрожает прямая опасность. Анюта, я все-таки хотела спросить... Да, я согласна. Согласна? Так ты не увезешь Дину? Нет, не увезу. Но у меня есть одно условие. Ради бога, Анюта, все что угодно. Я согласна на любые твои условия. Заранее. Ну, так не торопитесь. Может быть, вам и не понравятся мои условия? Да нет, Анюта, я слушаю. И брось ты эту тряпку, потом приберешь. Я слушаю. Хорошо. Я хочу, чтобы во время этого разговора, когда вы подтвердите Дине, что она ваша внучка, чтобы Светик тоже присутствовал. Зачем? Зачем Светик? Я хочу, чтобы он подтвердил, что он отец Дины. Хорошо. И не просто подтвердил. Я хочу, чтобы он признал, что он переспал со мной, когда я была еще ребенком. Господи, Анюта, ну зачем такие слова? Что было, то было. Конечно, он отец Диночки. Отец? Он подлец. Всегда был подлецом. И я хочу, чтобы он признал это вслух. Ты что думаешь? Если я обратилась к тебе с просьбой, тебе все дозволено? Ты забываешься, Анюта. И не смей так говорить о моем сыне. Не смей, поняла? Дрянь. Мамочка. Аська, привет. Соскучилась по тебе. Я соскучилась. Ты бледная какая-то. Не здоровься тебе? Да нет, все в порядке. Че делаешь? Я вот костюм чпоку шью. Здорово. Что, у него новый номер будет? Номер старый. Вальдемар его когда-то работал, а сейчас вот для чпока решили восстановить. Здорово. Хотя странно, мы с Вальдемаром сейчас на манеже болтали, и он мне ничего не рассказал. Видно, совсем я чужая для вас стала. Болтали? А о чем? Ну так, что-то его на воспоминания потянуло. На какие воспоминания? Ну о том, как вы 18 лет назад в этот город приехали первый раз, и как я родилась. Ну да, с ним бывает это. На него это похоже. Да-да, пожалуйста. Добрый день. Не помешал? Здравствуйте, Святослав. Проходите. А я заехал домой, увидел, что тебя нет, решил поискать здесь. И не ошибся. Раиса, вы не будете против, если я украду вашу дочь? Мам, нам пора. Ась, ну ты же только что пришла. Ну значит, еще раз зайду. А когда? Не знаю, скоро. Конечно, зайдет. А сейчас нам действительно пора. Пока, мамочка. Ну что ж, тогда до свидания. Всего доброго. Ну что ж, депутатское ходатайство составлено по всей форме. Не подкопаешься. А по какой статье обвиняется этот Рябинов? А, вижу, убийство. Очень интересно. Прямых улик нет. Дело вообще очень запутанное. Характеристика с работы прилагается. Обратите внимание, характеристика блестящая. Ну так оно обычно и бывает. Ни под судом, ни под следствием никогда не был. И защищает его вдобавок знаменитый московский адвокат. По-моему, следует обратить внимание на персону следователя. А кто ведет следствие? Ларионов. Знакома вам такая фамилия? Знакома. Не повезло вашему подзащитному. Так, каково будет ваше решение? Мы можем рассчитывать на изменение меры пресечения? Ну, как-то я сейчас не могу вам ответить. Я должна изучить дело. Мне нужно получить от вас ответ как можно скорее. до завтрашнего утра потерпит ваш подзащитный. Ярик юрист. Мы все продумаем. Он сделает так, что к тебе не будет никаких претензий. Не переживай. Он может и сделает. Подожди. А в прокуратуре когда будешь давать показания? Какие показания? Меня от одного этого слова трясет. А там с тобой будет Ярик. И он не даст тебя в обиду. Не переживай. Ярик, я не прокуратуры боюсь. Я знаю. Ты этого Петра Аркадьевича боишься. Так ты его каждый день боишься. Почему просто не пойти и все рассказать? Если его не найдут, он почувствует, что его ищет, сразу поймет, что это я его сдала. Найдут, Саша. Хуже будет, если ты никуда не пойдешь. Ярик прав. Тебе угрожают опасности. Ты для него нежелательный свидетель. Ну, он уверен, что я его не сдам. А почему ты так уверен? А если он поймет, что тебе нельзя больше доверять, тогда он захочет тебя убрать. Ты это хоть понимаешь? Винник, да что ты говоришь? Какой ты замолчил, ради Бога. Спасибо. А я думала, мы домой поедем. А по-моему, здесь лучше. Ну, да. Красиво. Добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо. И будьте добры, сразу же бутылочку шампанского. У тебя какой-то праздник сегодня? Я просто проголодался, а дома шаром покати. Да и тебе не мешает развеяться. Заказывай. Даже не знаю, где здесь и что искать. Все очень просто. Сначала идут холодные закуски, потом горячие, потом первые блюда, рыба, дичь. Смелее. Чего ты хочешь? Давай мы выберем то, что хочешь ты, ладно? Мне кажется, это будет вкусно. Ну, хорошо, как хочешь. Ну, рассказывай, как дела в цирке, что новенького? Ничего. Все по-старенькому. Ася. Давай выпьем за сегодняшнее число. А какое сегодня число? Ганг. Нет, а три буквы. Три буквы? Инт. Канаит. И откуда ты все знаешь, гимнаст? А вот это ты точно не знаешь. Великий французский драматург 18 века. Рябинов, почту тебе. Держи, Скарь. Спасибо. Везет же тебе. Чего пишет-то? Что, плохие новости? От кого маляут? Слушай, от Зыни, от Зыни, Какое сегодня число? Восьмое. Самое замечательное число на свете. Почему? Четыре месяца назад, восьмого числа, я впервые увидел гимнастку Асю. Так это было восьмого? Именно. Мини, это для тебя небольшой подарок. Спасибо. Очень трогательно, мило. Так значит, восьмого ты подарил мне букет с записочкой, что там было написано «О джонглеру апельсинами». От славы джонглеры апельсинами, ты помнишь? Я всю жизнь это буду помнить. А потом я встретил тебя на катке, ты помнишь? Да, ты ехал. Ехал с этим цветком, такой смешной. Ехал, это мягко сказано. Я тогда встал на коньки впервые в жизни. Ты еще сказала, что я жонглеру апельсинами лучше, чем стою на коньках. Да, ты сказал, что встал на скользкий путь из-за меня. А потом мы пришли на детскую площадку. Да, домик, домик, помнишь? Ряничный, еще бы. Я его до конца жизни тоже буду помнить. Неужели? Ты не можешь этого помнить. Не можешь. Потому что это был не ты. Это был Ярик. Вот дает баба. Знаешь, что я тебе скажу? Ты Рике в Индии можешь и не знать. А то, что письма чужие читать нехорошо, тебя не учили? Ладно, не кипишуй. Давай сюда. А она за базар в ответе? Не знаю. Не, ну ты скажи, она что, только пугает или сделать можно? Да кто ее знает? Вообще, она хитрая, решительная. Да, кинули тебя, бродяга. Анюта, я... Что? Опять решили поговорить? С дрянью? Ну, прости меня, я сорвалась. Да ладно. Нам не привыкать. Я пришла сказать, что согласна на все твои условия. Прямо-таки на все. А что делать? Ты не оставляешь мне выбора. Если вы так говорите, я думаю, ничего хорошего не выйдет. Нет, подожди, я, наверное, не так выразилась. Я хочу сказать, что ты... Ты вправе этого требовать. Да уж я думаю. В конце концов, ты мать Дины, и тебе решать, что именно она должна услышать. И когда? Что когда? Я хочу, чтобы этот разговор произошел как можно раньше. Да, конечно, но я думаю, не стоит Диночку срывать с учебы. Когда вы вызовете Дину сюда? Ну, наверное, нужно дождаться каникул. А я думаю, что это должно произойти до конца месяца. Этого времени вам со Святославом хватит, чтобы собраться с духом и рассказать Дине всю правду. До конца месяца? Что? Этого? Конечно. Нет, подожди, 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 Анюта. Я тебе обещаю, я приложу все усилия, ты можешь не сомневаться, но Светик, он может отказаться. Светик, он может отказаться. Субтитры создавал DimaTorzok